Сергей Терентьев победитель формальный турнира Мегастек, самого крупного турнира в истории СНГ по покеру вживую. Сергей, у вас получилась большая дележка на восьмерых. Расскажи, почему как это случилось. И в целом потом игру за пику вы играли. Да. Делить изначально предложили. Я хотел отказаться, так как был чип-лидером. Но в итоге уговорили. Потом, когда мы договорились, что-то опять они начали придумывать, я снова решил отказаться. В итоге снова уговорили. Так как мне не нравилась потом игра после дележки. То есть, ну что, в воздух пихать. И, собственно, там уже все повернулось в мою сторону. То есть, оно продолжилось и закончилось. Сколько вы получили за победу и сколько могли бы получить? Могли бы 47. Получили 22 600. Дали по ИСМ. Минус 500 долларов мы договорились скинуться каждый за первое место и кубок. В итоге дали мне 22. Плюс, соответственно, 4 за первое место и кубок. Вот сейчас уже прошла ночь. Инги я уже потратил. На что? Ну, есть. 100 тысяч. Жена забрала на шопинг. И вышла там часть на машину. Я имел в виду другое. То есть, могли выиграть 47. Выиграли по факту 25. Там в два раза меньше. Ночью уже с этим переспали. Эмоции какие? Жаль, что не доиграли. Или наоборот все хорошо. Да нет, ну знаешь, сложиться могло все по-другому. А как бы, ну, я играл за кубок. Я сразу сказал, мне нужен кубок. Я не знаю. То есть, а, условие еще было, если делить по ИСМ, типа, по Покер Старс, кубок должен был сразу отойти чип-лидеру. То есть, мне. Я говорю, ну, давайте меня, в принципе, устраивать. Знаешь, мне нужен кубок. Все против. Я говорю, ну ладно. Давайте. Ну и все. Потом начался воздух. То есть, все начали пихать, а бы что. Ну, как бы, у меня лучше всех получилось. Три дня. Огромное поле. Наверное, самое большое в вашей карьере нет. Поле? Наверное, да? Расскажите про весь турнир, там, с самого начала. Слушай, ну, все, в принципе, хорошо складывалось. То есть, карты заходили. То есть, ну, и грязи не было, можно сказать. То есть, ну, ниже, если у меня было выставление, то это такие карты, знаешь, ну, а-ля 9-10 против Туздама. Ну, мастевые. Ну, как-то так. А там Король-Король в Тузы мне ни разу не уходило. То есть, все сравнения такие парные. То есть, я бы всегда был выше. Ну, и доехал. То есть, только карты, карты. И немного про организацию Покер Старс Фестивал в Сочи. Ну, мне все всегда нравится. То есть, любое здесь мероприятие, все на вашем уровне. И, в частности, Покер Старс. Мне здесь, конечно, вот эта серия больше нравится. Гораздо легче играть. То есть, все топовые игроки, они уехали куда подальше. Якобы их все это не интересует дешево. И поэтому игроки все-таки более-менее любители. Я сам любитель. Просто фарт оказался побольше. Вам уже подарили кубок или все еще и будет? Нет. Сказали, либо по почте пришлют, либо как-то здесь передадут. То есть, ну, это мне пока непонятно. Я говорю, вот я за него играл. То есть, я хотел его потрогать. Не дали. Даже потрогать не дали. Ну, вот так вот. Это главная победа в вашей жизни? Нет. А главная была? В смысле, самая большая? В покере. 75. Ну, это было спин-он-го, знаешь. Full tilt еще когда был. То есть, я по 100 долларов вам играл эти спины. И 100 тысяч вышло. Я предлагал сразу делить, потому что можно было на full tilt делить на троих. За столом был один русский, один иностранец. Иностранец говорит, давай делить. Русский молчал. Вот. Стэк начальный был 500. То есть, гипертурбо падал с 500 до 120. В итоге, за счет иностранца удвоился. Потом я в итоге его выкинул. У меня был стэк, допустим, 850, у него 650. Я говорю, друг, делим пополам. Мне все равно. Он молчит. Ну, и в итоге на коре я забрал. То есть, мне дали тогда 75 тысяч. Вот это, наверное, было большое. А так, МТТ, ну, заходило. Там что-то по 13 тысяч, по 20 тысяч. А, вживую? Вживую нет, конечно. Это самое большое, да. Потому что вживую я только здесь, в Сочи, играл. Как запустили, вот, и пытаюсь. В основном в каждом турнире, не в каждом турнире, а за каждую серию ИТМ есть, но далеко не проходил. Спасибо и поздравляю вас еще раз. Пожалуйста. До свидания.